В 2024 году на Кубани благоустроили 104 общественных территорий. Создание современных общественных пространств обсудили на краевом совещании под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева. Из анапской студии в формате видеоселектора участие в заседании приняли мэр курорта Василий Швец и председатель совета Вячеслав Вовк. Среди реализованных работ по благоустройству общественных территорий отдельное место занимает реконструкция театральной площади Анапы. Проект одержал победу на всероссийском конкурсе. Вениамин Кондратьев отметил, снижение темпов работ по благоустройству парков и скверов недопустимо, поскольку это одна из ключевых задач власти. Напомним, что президент страны продлил программу формирования комфортной городской среды до 2030 года. В 2025 на Кубани планируют обновить уже 236 парков и скверов. Губернатор также подчеркивает, при озеленении территории следует использовать посадочный материал местных производителей. Когда мы делаем благоустройство той или иной территории парка и сквера, исходите из того, что не потому что нужно деньги освоить, и потому что просто сделать красиво, потому что какой-то дизайнер так решил. Не дизайнер решает, а люди решают. И если дерево точно еще может простоять лет 30, а то и 50, то, конечно, оно должно остаться. И если люди уже дорожки протоптали, знаете, как говорится, вот там тротуар истелите, отталкивайтесь от того, что нравятся людям. Подходите очень взвешенно. Еще раз подчеркиваю, и этот дизайнер, проектировщик, пусть походит по этому парку и проникнутся этим парком. И дорожки проложат так, из плитки, чтобы сохранить вот этот колорит парка, его тенистость, его красоту. А порой все, раз, вырубили, катками прошли, а потом что-то создали. Что создали? Вроде красиво, а людям не нравится. Вот тогда не нужно. Это и моя позиция, позиция людей.